послание к филиппийцам святого апостола павла глава 1 павел и тимофей рабы иисуса христа всем святым во христе иисусе находящимся в филиппах с епископами и диаконами благодать вам и мир от бога отца нашего и господа иисуса христа благодарю бога моего при всяком воспоминании о вас всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествование от первого дня даже до ныне будучи уверен в том что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня иисуса христа как и должно мне помышлять о всех вас потому что я имею вас сердце в узах моих при защищении и утверждение благовествования вас всех как соучастников моих в благодати бог свидетель что я люблю всех вас любовью иисуса христа и молюсь о том чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве что упознавая лучшее вы были чистые непреткновенные в день христов исполнены плодов праведности иисусом христом славы и похвалу божию желаю братья чтобы вы знали что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования так что узы мои о христе сделались известными всей притории и всем прочим и большая часть из братьев господи ободрившись узами моими начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать слово божие некоторые правда по зависти любопрению а другие с добрым расположением проповедует христа одни по любопрению проповедует христа нечисто думая увеличить тяжесть уз моих а другие из любви зная что я поставлен защищать благовествование но что до того как бы не проповедовали христа притворно или искренно я и тому радуюсь и буду радоваться ибо знаю что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием духа иисуса христа при уверенности и надежде моей что я ни в чем постромлен не буду но при всяком дерзновении ныне как и всегда возвеличится христос в теле моем жизнью то ли или смертью ибо для меня жизнь христос и смерть приобретения если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу то не знаю что избрать влечет меня то и другое имею желание разрешиться и быть со христом потому что это несравненно лучше а оставаться во плоти нужнее для вас я верно знаю что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере дабы похвала вашего христе иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии только живите достойно благовествования христова чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую и не страшитесь ни в чем противников это для них есть предзнаменование погибели а для вас спасение и сие от бога потому что вам дано ради христа не только веровать в него но и страдать за него таким же подвигом какое вы видели во мне и ныне слышите о мне филиппийцам 2 глава и так если есть какое утешение во христе если есть какая от рада любви если есть какое общение духа если есть какое милосердие и сострадательность то дополните мою радость имейте одни мысли имейте ту же любовь будьте единодушны и единомысленны ничего не делайте по любопрению или по тщеславию но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя не о себе только каждый заботься но каждый о других ибо в вас должны быть те же чувствования какие во христе иисусе он будучи образом божьим не почитал хищением быть равным богу но уничижил себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду став как человек смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной посему и бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени дабы пред именем иисуса преклонилась всякое колено небесных земных и преисподних и всякий язык исповедал что господь иисус христос славу бога отца и так возлюбленные мои как вы всегда были послушны не только в присутствии моем но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение потому что бог производит вас и хотение и действие по своему благоволению все делать и без ропота и сомнения чтобы вам быть не укоризненными чистыми чадами божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода в котором вы сияете как светило в мире содержа слово жизни к похвале моей в день христов что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился но если я и соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей то радуюсь и сорадуюсь всем вам а всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне надеюсь же в господи иисусе вскоре послать к вам тимофея дабы и я узнав о ваших обстоятельствах утешился духом ибо я не имею никого равно усердного кто бы столь искренно заботился о вас потому что все ищут своего а не того что угодно иисусу христу а его верность вам известно потому что он как сын отцу служил мне в благовествование и так я надеюсь послать его тотчас же как скоро узнаю что будет со мною я уверен в господи что и сам скоро приду к вам впрочем я почел нужным послать к вам епафродита брата и сотрудника из подвижника моего а вашего посланника и служителя в нужде моей потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том что до вас дошел слуха его болезни ибо он был болен при смерти но бог помиловал его и не его только но и меня чтобы не прибавилось мне печаль к печали посьму я скорее послал его чтобы вы увидев его снова возрадовались и я был менее печален примите же его в господи со всякой радостью и таких имейте в уважении ибо он за дело христова был близок к смерти подвергая опасности жизнь дабы восполнить недостаток ваших услуг мне филиппийцам 3 глава впрочем братья мои радуйтесь о господи писать вам о том же для меня не тягостно а для вас назидательно берегитесь псов берегите злых делателей берегитесь обрезания потому что обрезание мы служащие богу духом и хвалящиеся христом иисусом и не на плоть надеющиеся хотя я могу надеяться и на плоть если кто другой думает надеяться на плоть то более я обрезанный восьмой день из рода израилева колено вениаминова еврея от евреев по учению фарисей по ревности гонитель церкви божией по правде законной непорочной но что для меня было преимуществом то ради христа я почел счи тою да и все почитаю счи тою ради превосходства познания христа иисуса господа моего для него я от всего отказался и все почитаю за ссор чтобы приобрести христа и найтись в нем не со своей праведностью которая от закона но стою которая через веру во христа с праведностью от бога по вере чтобы познать его и силу воскресения его и участия в страданиях его сообразуясь смерти его чтобы достигнуть воскресения мертвых говорю так не потому чтобы я уже достиг или усовершился но стремлюсь не достигнули я как достиг меня христос иисус братья я не почитаю себя достигшим а только забывая заднее и простираясь вперед стремлюсь к цели к почести вышнего звания божия во иисусе и так кто из нас совершен так должен мыслить если же вы о чем иначе мыслите то это бог вам откроет впрочем до чего мы достигли так и должны мыслить и потому правилу жить подражаете братьям не и смотрите на тех которые поступают по образу какой имеете в нас ибо многие о которых я часто говорил вам а теперь даже со слезами говорю поступают как враги креста христова их конец погибель их бог шрева и слава их в сраме они мыслят о земном наше же жительство на небесах откуда мы ожидаем и спасителя господа нашего иисуса христа который уничиженное тело наше преобразит так что она будет сообразно славному телу его силою которой он действует и покоряет себе все филиппинцам 4 глава и так братья мои возлюбленные и вожделенные радости венец мой стойте так в господи возлюбленные умоляю и воде и умоляю синтихию мысли тоже о господи ей прошу и тебя искренний сотрудник помогая им подвязавшимся в благовествование вместе со мной и с климентом и с прочими сотрудниками моими которых имена в книге жизни радуйтесь всегда в господи и еще говорю радуйтесь кротость ваша да будет известно всем человеком господь близко не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед богом и мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во христе иисусе наконец братья мои что только истина что честно что справедливо что чисто что любезно что достославно что только добродетели похвала о том помышляйте чему вы научились что приняли и слышали и видели во мне то исполняйте и бог мира будет с вами я весьма возрадовался в господи что вы уже вновь начали заботиться мне вы и прежде заботились но вам не благоприятствовали обстоятельства говорю это не потому что нуждаюсь ибо я научился быть довольным тем что у меня есть умею жить и в скудости умею жить и в изобилии научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод быть и в обилии и в недостатке все могу в укрепляющем меня иисусе христе впрочем вы хорошо поступили приняв участие в моей скорби вы знаете филиппийцы что в начале благовествования когда я вышел из македонии ни одна церковь не оказала мне участие по даяниям и принятиям кроме вас одних вы и фессалонику и раз и два присылали мне на нужду говорю это не потому чтобы я искал даяние на ищу плода умножающиеся в пользу вашу я получил все избыточествую я доволен получил от епафродита посланной вами как благовонное курение жертву приятную благоугодную богу бог мой да восполнить всякую нужду вашу по богатству своему в славе христом иисусом богу же и отцу нашему слава во веки веков аминь приветствуйте всякого святого во христе иисусе приветствует вас находящиеся со мной братья приветствует вас все святые а наипачий с кесарева дома благодать господа нашего иисуса христа со всеми вами аминь